Привет, ребят! Принесли очередную небольшую посылочку. Давайте вскроем, посмотрим, что в ней внутри. И тут нас встречает очередной неубиваемый смартфон. И на коробочке с обратной стороны сразу мы видим, что в нем установлен огромный аккумулятор на 13000 мАч. А это значит, что телефон не только неубиваемый, но еще и долгожитель. Так вот, о чем они не упомянули на самой коробке, то что в нем установлен огромный динамик, то есть телефон должен звучать громко. И хочется его уже быстрее включить и проверить, насколько громко он будет звучать и будет ли в нем работать радио без подключения внешних проводных наушников. И да, в комплекте имеется зарядный блок и кабель для зарядки USB Type-C. Теперь аккуратненько снимаем рекламную пленочку с дисплея, чтобы не снять защитную, но она почему-то хочет сняться вместе с ней. Это было нелегко, но защитную пленочку удалось сохранить на самом дисплее. Ну вот, телефон включился и он готов к использованию. Теперь ищем на нем радио. И это какой-то абсурд. К этому телефону необходимо подключить внешние наушники, которых даже нет в комплекте. И поэтому мы не можем использовать этот динамик в качестве радиоприемника. Так что это сразу же большой недостаток у этого мобильного телефона. Притом любые наушники в этот телефон даже не воткнешь, потому что здесь есть разъем только USB Type-C. Теперь вытащим лоток сим-карты и посмотрим, как он выглядит. Для этого надо использовать специальный крючок, который идет в комплекте. И здесь есть возможность установки сразу двух сим-карт, а также карточки памяти одновременно. Теперь что касается камер, только одна из них настоящая, а вторая это фейк. Также здесь под настоящей камерой установлена вспышка. Что касается фото и видео возможностей для этого смартфона, они нормальные. То есть, как и для всех остальных неубиваемых смартфонов. Это, конечно, не подходит для блогеров, но для повседневных нужд вполне достаточно. Теперь осталось воспроизвести какую-то музыку на этом динамике, после чего я буду уже тестировать его на ударопрочность. И музыку, как всегда, я буду запускать со своего телеграм-канала по 6. Вы то, что меня можете легко найти и использовать эти же треки со своими портативными колонками. Или, как я в этот раз, с мобильным телефоном, у которого есть большой динамик. Субтитры сделал DimaTorzok Из всех громких смартфонов, которые были у меня на тесте, этот динамик справляется с водой лучше всего, потому что я только вытащил его из воды, и звук сразу же очистился и звучит нормально. А вот с другими динамиками в других смартфонах была проблема. И даже после извлечения из воды, все равно звук долгое время оставался хриплым, потому что вода никак не могла выйти из-под защитной сеточки. И да, в целом динамик звучит отлично, громкость у него приличная, и телефон можно поставить вот так легко на бок, для того, чтобы направить в свою сторону звучание. Теперь осталось проверить этот смартфон на защиту от ударов. Ну и начнем мы тест на ударопрочность самого простого. Поразбиваем с помощью этого смартфона обычное стекло. И это оказывается не так уж и просто. Посмотрите, кусочек стекла застрял прямо в углу, это очень опасно, можно порезаться. И даже защитная пленочка на экране немного повредилась от осколков стекла. А вот здесь пластиковая рамка даже немного срезалась. И это всего лишь один удар об разбитое стекло. И телефон все еще в рабочем состоянии. Давайте попытаемся разбить что-нибудь покрепче. И теперь наконец-то мы разбили это стекло. Уже есть небольшие потертости на корпусе, но телефон в рабочем состоянии. Давайте разобьем что-нибудь посерьезнее. Например, вот такой кирпич. Походу я был неправ. Кирпич разбился намного быстрее. А вот тут у нас есть еще один. А вот этот покрепче, потому что он лежит на земле. Я думаю, такой телефон подойдет для каменщиков, чтобы отбивать лишний кусок кирпича, когда нужно половинка кирпича, а не целых. Ну еще и баночку кока-колы тоже зафигачим. Все нормально. Телефон в рабочем состоянии, хотя уже имеет серьезные потертости. Интересно, получится у нас разбить бутылку с помощью этого смартфона или нет. Офигеть, ребят, у меня удалось разбить бутылку с помощью этого смартфона. И он все еще в рабочем состоянии. Попробуем разбить эту бутылку. Офигеть. Смартфон все еще в целом состоянии. И телефон отлично справляется с подобными испытаниями. А ну-ка, две плитки сразу попробую пробить. Теперь три плитки одновременно. Теперь повышаем уровень сложности и попытаемся разбить унитаз. Ну вот, ребят, я уже вернулся с этих жестких тестов. И телефон остается все еще в рабочем состоянии. Конечно, он немного грязный. Также на нем есть ссадины и царапины. Сейчас я сниму защитное стекло, которое уже повреждено. И мы посмотрим на сам дисплей, поврежден ли он. И как мы видим, на дисплее нет никаких царапин. Соответственно, пленочка защитила его от небольших повреждений. Ну а самая серьезная, пожалуй, вмятина находится сверху на торце. Ее очень сильно заметно. Ну а по бокам есть тоже незначительные царапинки и потертости, которые никак не влияют на работоспособность самого смартфона. И даже звучание с динамика нисколько не ухудшилось. Звучит так же отлично, как будто он новый. Так что, ребят, этот смартфон действительно очень крепкий. Выдержал все мои жесткие испытания. И на него вы найдете ссылочку под этим видео в описании. Проходите, смотрите точные характеристики. И заказывайте себе такой же, если он вам понравился. Также не забудьте под видео поставить большие пальцы вверх. Подписаться на мой канал, нажать колокольчик. И еще написать кучу моих любимых рандомных комментариев. И мы с вами увидимся через пару дней в новом видео. Пока!